Продолжение следует... И сегодня у нас начинается серия вебинаров совместных с Роснано. Мы сегодня вещаем с пресс-центром Роснано и у нас на обратной связи более 50 регионов. Очень рекомендуем вам обратить внимание на эти вебинары. Первое знакомство с нанотехнологиями, с новыми технологиями, применяемыми в капитальном ремонте у нас с вами было на съезде. Вы внимательно с этими стендами ознакомились, были представители компаний, которые используют нанотехнологии. У нас на сегодняшний день уже в системе капитального ремонта этот опыт точечно используется. Но хотелось бы, чтобы этот опыт получил более широкое распространение и эти положительные практики нашли свое применение в большем количестве субъектов. Сегодня речь пойдет об одном из материалов, который изготовлен с использованием нанотехнологий. Речь пойдет про пеностекло. Мы с вами о этой технологии слышали неоднократно, слышали из нашей сцены на съезде региональных операторов. И неоднократно про эту технологию говорила Галина Петровна Хованская. На всех мероприятиях, на которых она участвует, она с гордостью делится своим опытом, как она в Калужской области ознакомилась с капитальным ремонтом крыши, проведенным с использованием этих технологий. Новые технологии позволяют значительно увеличить межремонтный срок, что для нас очень важно, особенно в свете того, что сейчас особое внимание будет уделяться финансовой устойчивости региональных программ. И для того, чтобы в региональных программах капитальный ремонт той же самой плоской кровли не стоял каждые 7 лет, а межремонтный срок был максимально увеличен, И вот как раз такие технологии, которые уже получили свою апробацию, мы рекомендуем использовать. Хотелось бы на этом свое вступительное слово завершить. Данный вебинар вы сможете просмотреть и в режиме офлайн в том числе. Все ссылки будут также на сайте нашей ассоциации размещены. И хотелось бы отметить, что в рамках сегодняшнего вебинара мы также подписываем с Роснано соглашение о сотрудничестве. На подписание соглашения у нас будет присутствовать в Минстру и наш председатель Александр Геннадьевич Сидякин. То есть мы тему взаимодействия с Роснано и тему продвижения новых технологий выводим совершенно на иной уровень. Будет также сегодня внимательно этот вопрос изучен и рассмотрены те технологии, которые могут в целом использоваться в ЖКХ, не только в капитальном ремонте. Но и о том, что мы планируем в дальнейшем создание некого справочника, в котором вы сможете ознакомиться со всеми технологиями, которые вы рассмотрите для использования в капитальном ремонте разных конструктивов. Это тема у нас следующего года. Об этом наши коллеги вам подробно расскажут. Я передаю слово руководителю направления региональных проектов Карабанову Кириллу Михайловичу. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Большое спасибо, что нашли возможность присоединиться к сегодняшнему вебинару. Как отметила Анна Ивановна, это первый такой вебинар, который мы проводим в целях развития применения инновационной продукции при капитальном ремонте. Стоит отметить, что есть уже опыт применения и пеностекольного щебня, и других видов продукции. В Калужской области на базе дома 335 серии, в Томской области, в Белгородской области, там тоже серийные дома. И стоит отметить, что пеностекло – это важная часть конструкции, важная часть системы повышения энергоэффективности зданий. И тому доказательство дом в Калужской области, который посетила с визитом Галина Петровна Хованская. Она оценила результаты проведенной работы. И, соответственно, мы рассчитываем, что данная технология продолжит свое уверенное движение по применению в рамках ремонта кровли. Но вместе с тем мы бы хотели отметить, что есть и другие материалы, которые могут применяться в рамках других работ. Соответственно, сегодня первый семинар у нас будет посвящен ремонту кровли с помощью пеностекла. И в дальнейшем мы с Ассоциацией региональных операторов капитального ремонта хотим продолжить данные лекции, в том числе по применению других материалов в рамках других видов работы. Это и утепление фасада, это повышение энергетической эффективности внутренних помещений, это применение инновационных антивандальных лакокрасочных материалов, это применение композиционных материалов для повышения несущей способности здания, это применение композиционных материалов для инженерных систем здания. Я думаю, что совместно с Ассоциацией мы будем информировать вас о следующих семинарах. А пока я бы хотел передать слово коммерческому директору компании-производителя пеностекольного щебня. Эта компания является проектной организацией Роснано и является лидером по производству пеностекла в России. Пожалуйста, встречайте Митин Андрей, коммерческий директор ICM «Глаз Калуга». Добрый день, коллеги! Митин Андрей Владимирович, коммерческий директор компании «Семь Глаз Калуга». Наша компания является портфельной компанией Роснано. 50% инвестиций в наш проект – это государственные деньги. И, конечно, мы нацелены на взаимодействие, прежде всего, с государственными структурами для того, чтобы помочь выполнять требования закона об энергоэффективности зданий и сооружений, для того, чтобы экономить при новом строительстве, при капитальном ремонте объектов, а также снизить стоимость эксплуатационных затрат на объекты. Предлагаю в течение 15-20 минут посмотреть краткую презентацию нашего материала. Что такое пеностекло? Сам продукт был изобретен еще в прошлом веке советским академиком Китай-Городским в 1932 году. Впервые в мире он произвел данный материал с уникальным набором свойств и качеств. Пеностекло является продуктом переработки, в нашем случае, тарного, листового, бытового и промышленного стеклобоя. То есть в год экологии в России мы еще и выполняем актуальную задачу по переработке вторсырья и производства, формирования нового энергоэффективного продукта. То есть стеклобой мы приобретаем, измельчаем в миличном комплексе до 90 микрон стеклянную муку, смешиваем с глицерином, пенообразующим компонентом, и через 40 минут из тональных печей выходит готовая продукция. Примерная структура производства у вас на слайде видна. Сам завод полностью автоматизирован. В рабочую смену требуется всего два оператора, которые следят и за поступлением сырья, из-за работы печей, а также отгрузкой готовой продукции на склад. В 2013 году губернатор Калужской области на территории, в которой расположено наше производство, и Анатолий Борисович Чубайс открыли наше производство, которое является на сегодняшний день самым большим заводом в мире по производству фракционированного пеностекла. За эти несколько лет мы уже успешно сотрудничаем с фондом капремонта Калужской области, Москвы, Санкт-Петербурга, некоторых других городов, и намерены, конечно, поделиться этим успешным опытом со всеми регионами России, которым небезразлично применение энергоэффективных, экологичных, безопасных и длительных по сроку службы материалов. Основные свойства нашего материала – это абсолютно пожарная безопасность, то есть стекло не горит, и ничего, кроме вспененного стекла, в нашей продукции не содержится. Следующий – это экономичность, немаловажный фактор, то есть конструкции кровли, ТВР, чердачные помещения, или плоские кровли эксплуатированные, не эксплуатированные. С учетом всех материалов и стоимости работ, в большинстве случаев экономичнее с нашим вариантом, с применением пеностекла. Ну и, как сказал уже, это полная экологичность. То есть, во-первых, мы перерабатываем отходы бытовые, во-вторых, сам материал у нас ничего не содержит, ни органики, ни формальдегидов, никаких вяжущих, связующих дополнительных компонентов, кроме самого стекла, а стекло у нас инертный материал. Более того, после демонтажа здания, сооружения с пеностекольным щенем нашего производства, утилизация не требуется, можно применять повторно. Коротко давайте посмотрим еще на дополнительные свойства. Это низкая теплопроводность. То есть, несколько марок пеностекла, которые мы производим, имеют разные технические характеристики. Но то, что мы рекомендуем для применения в зданиях, сооружениях, в объектах фондов капремонтов, это самая легкая, самая выгодная по теплотехнике марка сотой плотности. И показатель теплопроводности соизмерим с показателем базальтовой ваты, то есть 0,0,62 по лямбде. Абсолютно не горючесть, как я уже сказал, не гигроскопичность. Все поры нашего материала замкнуты. Нано-составляющая в производстве нашей продукции заключается в том, что при спекании на внутренней поверхности каждой поры нашего пеностекла образуется наноразмерная пленка поликремниевых кислот. Вот она и дает такую характеристику нашему материалу, как замкнутая пора, соответственно, не гигроскопичность, соответственно, морозоустойчивость. Высокая прочность при малом весе. Самая прочная марка, которую мы применяем как теплоизоляционный материал, морозозащитный слой в дорогах и в железных дорогах, выдерживает нагрузку 200 тонн на квадратный метр. Если мы говорим про марки, применяемые в кровлях, то это от 50 тонн на квадратный метр. То есть ни один теплоизоляционный материал не может похвастаться такими прочностными характеристиками. Простота монтажа. То есть при производстве работ справляется любой неквалифицированный работник. Долговечность. Так как влага не поступает в теплоизоляционный материал, он не подвергается разрушению. В нем отсутствуют какие-либо органические соединения. Можно сказать, что пеностекло не обладает конечным сроком эксплуатации. То есть в мире, где применяется пеностекло с 40-х годов прошлого века, есть объекты, которые до сих пор не подвергались замене теплоизоляции в кровле с момента строительства. То есть более 75 лет пеностекло как теплоизоляционный материал служит верой и правдой. Без замены. Про экологичность мы уже сказали. Конечно, у нас есть полный пакет документов на наш материал. Это сертификат по пожарной безопасности. Класс пожарной опасности НГ, негорючий. Температурный диапазон применения нашего материала от минус 200 до 700 градусов Цельсия. Дальше пеностекло начинает размягчаться, но не подвержено горению. Здесь представлены три основных марки с основными техническими характеристиками. Не буду на них останавливаться. Эта презентация будет доступна, вам можно будет посмотреть подробнее. Высокая прочность нажатия при малом весе. У нас, наверное, нет возможности показать этот ролик. Включить, да? Ну, тоже, когда в PowerPoint можно будет получить эту презентацию, нужно будет кликнуть здесь вот внизу картинки на значок Play, и можно будет увидеть, что на слой из пеностекла заезжает груженый автомобиль, выставляют аутриггеры, сосредоточена нагрузка на незащищенный слой из пеностекла оказывается многотонная, но никакого разрушения не происходит. То есть этот материал и очень легкий, и очень прочный. То есть при благоустройстве территории можно применять данный материал и быть уверенными, что нагрузки, в том числе от пожарных машин, требуемые по СНИПам, будут обеспечены. Мы говорим про стелобаты, про заглубленные паркинги, если такие конструкции у вас встречаются. Материал полностью экологичный, что подтверждено соответствующими сертификатами международными, или БРИАМ, то есть это английская и американская система сертификации экологичности, проектов и объектов. И если проектировщики применяют наш материал, то объект и проектная документация получают дополнительные 4 балла, что для них очень важно. Про долговечность, можно сказать, и с учетом объектов в России. С советских времен пеностекло до сих пор находится и служит верой и правдой в таких зданиях, как счетная палата в Москве, здание МИДа на Смоленской площади, это спорткомплекс Олимпийский в Кремлевском дворце и многие другие. Из-за того, что себестоимость производства советского пеностекла была очень высокая, данный материал применялся только на государственных объектах и на военных объектах. На сегодняшний день мы решили вопрос с себестоимостью, с эффективным высокотехнологичным производством и сделали этот уникальный продукт, материал, доступным для всех. По логистике и хранению, материал не впитывает влагу, поэтому может храниться под открытым небом, поставляется как навалом, насыпью, так и расфасованным в биг-беге, в мешки и в любую другую удобную тару. На площадках, на объектах также не требует специального укрытия, специальных помещений, в отличие от других теплоизоляционных материалов, которые боятся влаги. Конструкция с пеностеклом очень простая. Если мы говорим про плоские кровли по ЖБ-плите, например, то, конечно же, внизу идет пароизоляция. Сверху мы укладываем наш материал в качестве теплоизоляционного и уклонообразующего слоя одновременно. То есть мы заменяем керамзит, заменяем два слоя минеральной ваты. Сверху делается стяжка или цементно-песчаная, или сборная, и устраивается гидроизоляция. С нашим материалом можно работать под открытым небом круглый год. Не требуется устройство тепляков, навесов, и наш материал не боится осадков. Это большое преимущество. Скорость производства работы с нашим материалом в два раза быстрее по сравнению с традиционными решениями кровель. Это тоже очень важно. Давайте посмотрим основные преимущества. Это экономичность конструкции, как я уже сказал. На 10-20% кровельный пирог с учетом всех материалов конструкции дешевле в нашем случае. Сроки производства работ от 40% до 50%, а иногда и в разы сокращаются. Класс горючести НГ, простота применения и сезонность работ. Теплоизоляционный материал наш служит весь срок эксплуатации здания, сооружения, не требует капитальных ремонтов взамен. Полная экологическая безопасность, что важно для социальных объектов, детских садов, школ, поликлиник, медицинских учреждений, ну, конечно же, жилого фонда. То есть этот материал абсолютно инертный, абсолютно безопасный. В данном теплоизоляционном материале не заводится плесень, не заводятся грызуны. Эта среда, в принципе, непригодна для их проживания и обитания. Ну, если интересно, коротко про знаковые объекты в России. В этом году парк «Зарядье» рядом с Кремлем открыл президент России. И там вся территория теплоизолирована нашим материалом. Заглубленные помещения, это паркинги, магазины, технические помещения, надежные теплоизолированные нашим пеностеклом. А также с помощью нашего материала выполнен сложный, рельефный, многоуровневый слой. То есть от 50 сантиметров до 6 с лишним метров рельеф с нагрузками от взрослых растений, деревьев, от автомобильных нагрузок, уборочной техники сверху. Выполнен нашим материалом. И достигнута экономия на плитах перекрытия. Потребовалось меньше армированного железобетона, так как нагрузка от этого ландшафтового слоя в 10 раз ниже по сравнению с традиционным грунтом или другими техническими решениями. Конечно, многоквартирные дома ПИК, Мортон, ЛСР, самых знаковых застройщиков в России выполняются с помощью нашего материала. Детские сады, школы в Москве, в Московской области, в Санкт-Петербурге и во многих других регионах уже четвертый год теплоизолируются нашим пеностеклом. Министерство обороны очень полюбило наш материал и применяет и в парке «Патриот» в Подмосковье, и на новой военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Семь новых корпусов на Боткинской отстроено, и верхние кровли, и внутридворовые территории, стелобатные части теплоизолированы нашим материалом. Объекты культуры, такие как Третьяковская галерея, Храм Христа Спасителя при реконструкции, значит, стелобатные части. Огромное-огромное количество. Что касается фондов капремонта, это два года. Калужский регион применяет как типовое решение в большинстве проектов. Это Москва, Санкт-Петербург со своим сложным влажностно-температурным режимом. Знаю, в Красноярске фонд капремонта применяет. Местное пеностекло. Ну и еще несколько регионов в России также сделали уже пилотные объекты. Ну и в конце, можно сказать, про преимущества для всех сторон, участвующих в строительстве или в капитальном ремонте. Заказчик экономит денежные средства, получает полную пожарную безопасность объекта с нашим материалом, экологическую безопасность, ну и отсутствие зацарат на эксплуатацию. Проектировщики применяют новый материал, повышают свой профессионализм, решают сложные задачи проектные, снижая, опять же, смертную стоимость. С нашей стороны техническая поддержка, шеф-монтаж, конечно, для них в полной мере оказывается. И в наличии альбомы технических решений сертифицированные у нас есть. Подрядчик – это круглогодичное всесезонное производство работ, простота монтажа, сокращение затрат на устройства защитных сооружений, так называемых тепляков, и отсутствие специальных условий хранения. Так выглядит наш завод внутри и снаружи. Очень высокотехнологичное производство, еще раз скажу, и общий объем выпускаемой продукции – более 300 тысяч кубических метров в год. Еще раз скажу, это самое большое производство в мире, в локальном месте. Вся разрешительная документация у нас в наличии, сертификаты соответствия, протоколы испытаний и получение технических характеристик на каждую марку у нас выдаются в дни строительной физики государственный институт. В отсутствии ГОСТа на сегодняшний день на этот материал мы используем техническое свидетельство, выданное Минстроем, но разработка ГОСТа по заказу Минстроя подходит к финальной стадии, и сегодня статус разработки этого документа – общественные прения. То есть через 2-3 месяца ГОСТ вступит в законную силу. Коротко у меня все. Готов ответить на ваши вопросы, которые мы, наверное, увидим в чате и в разделе «Вопросы». Скажите, пожалуйста, в каких еще регионах применяется данный материал, есть ли ограничения по использованию с учетом температуры? Ольга, ну я отвечал на этот вопрос, конечно, повторю с удовольствием. Кстати, на прошлой неделе я был в Якутске, и мы там тоже рассматриваем применение данного материала в этом регионе с суровыми климатическими условиями. Более того, даже рассматривается вопрос строительства завода, аналогичному нашему. Еще раз скажу, от минус 200 до плюс 750 градусов Цельсия наш материал отлично справляется со своими задачами. То есть он является и теплоизоляционным, и термоизолятором. То есть в обе стороны изолирует передачу тепловых потоков. У нас на заводе материал стоит, в зависимости от марки, это от 3500 рублей до 4200. Ну, 4200 это уже дорожная марка, а фондом капремонтов интересен нижний ценовой предел. Это вот 3500 рублей за кубический метр с НДС-ом, навалом. Если требуется упаковка, там можно рассмотреть объемы мешков или биг-бегов. Это немножко прибавит к стоимости. Если есть еще вопросы, готов ответить. Спасибо. Если интересен опыт, как мы. Мы проходили путь с Калужским регионом, с Калужской областью, на территории которого расположен завод, можем подсказать, что сам губернатор, конечно же, был заинтересован в применении инновационных, энергоэффективных материалов. Министр по строительству собрал совещания с профильными руководителями и фонда капремонта, и технического надзора, и госэкспертизы были представители. Мы проработали все технические нюансы по конструкции, по проектированию, по прохождению экспертизы, если это требуется. В территориальных и федеральных единичных расценках наш материал и стоимость работ с ним указаны. Были определены пилотники, успешно реализованы, и потом на очередном совещании было принято решение о тиражировании успешного опыта на все текущие объекты, которые подпадают под программу капитального ремонта в данном регионе. Тесно взаимодействуем с проектировщиками, с проектными организациями, подсказываем, помогаем, как правильно отрисовать конструкцию в соответствии с нашим альбомом технических решений. И в дальнейшем практически никаких вопросов не возникает, в том числе у подрядчиков, которые впервые сталкиваются с этим материалом. В любом случае у нас есть консультационная поддержка, выезды на объекты, бесплатный шеф-монтаж. То есть мы полностью сопровождаем проект, сделку. Смотрим чат. Есть ли возможность при необходимости посетить производство? Да, конечно, мы с удовольствием принимаем у себя на заводе гостей, показываем полный цикл производства от места хранения сырья и до места хранения готовой продукции. То есть весь цикл производства можно посмотреть, заглянуть в самые потаенные уголки нашего высокотехнологичного завода и убедиться, насколько это все просто, технологично, экологично и эффективно. Подскажите, какие характеристики материала по влагопропускающей способности из дома? Так как этот материал фракционированный, то пары, конечно же, проникают между фракциями. То есть устройство пароизоляционного слоя по основанию кровли остается, так же, как и с традиционным решением, с минеральной ватой, например. А вот стяжку сверху можно сделать как сборную, так и метропесчаную. То есть нагрузки этот материал выдерживает очень существенные. И гидроизоляционный ковер при уборке снега, при неаккуратном обращении работников эксплуатирующих организаций на кровле не пострадает, потому что он будет находиться на упругом, прочном основании. Есть ли подобные заводы на территории России, кроме Красноярска? Ну, немножко из истории. Пеностекло производится в нескольких видах. То есть бывает блочное, плитное пеностекло, бывает гранулированное пеностекло, фракционированное, как в нашем случае. Плитное пеностекло производят у нас в стране два завода. Это Стес Владимир во Владимирской области и в городе Красноярске из Астек. Гранулированное пеностекло, наверное, уже никто не производит. Раньше был завод в Рыбинске, Ярославской области, под Тулой. И они выпускали мелкие гранулы пеностекольные для применения в основном в нефтяной промышленности и в строительстве в частном секторе. Насколько мне известно, на сегодняшний день ни один, ни другой завод не функционирует. И вот наш завод, который специально был построен в технопарке Ворса на Калужской области, как завод, выпускающий фракционированное пеностекло. То есть наша продукция выглядит как обычный щебень кубовидной формы. На сайте можно будет у нас посмотреть фото, видео с нашим материалом. И этот материал, как готовая продукция, применяется уже в конструкциях. В Красноярском крае в фонде капремонта применяется фракционированное пеностекло, которое является отходами от производства блочного плитного пеностекла. То есть это не специально производимый продукт, это отходы от основного продукта. Но, насколько мне известно, этот продукт справляется с возложенными на него задачами по теплоизоляции чердаков, чердачных помещений. Про плоские кровли не слышал, чтобы он применялся под нагрузками, потому что прочесанные характеристики там существенно ниже. В общем-то и все из известных промышленных производств. Есть, как мы называем, кустарно-гаражные производства пеностекла. Их может быть множество, о которых нам иногда становится известно. Но принимать во внимание их, я думаю, не стоит, потому что ни документов разрешительных, ни промышленных объемов они не предоставляют. Мы запустили в реализацию инвест-проект по строительству подобного нашему заводу на территории Республики Татарстан в технопарке М7. И вот, как уже сказал, прорабатывается вопрос по строительству завода в городе Якутске. Санкт-Петербург рассматривает расположение подобного завода на своей территории. Ну, пока это обсуждение на уровне вице-губернатора. Требуется ли подготавливать поверхность перед утеплением вашим материалом? Если мы говорим про кровлю, самую простую конструкцию, это температурно-влажностный режим ТВР, чердак, то на основание кровли требуется устройство пароизоляционного слоя и сверху насыпается наш материал. Никаких специальных подготовительных моментов не требуется. Материал у нас очень легкий. Успешно мы его применяем при реконструкции исторических объектов с слабыми несущими перекрытиями. Более того, в отличие, например, от всем известного керамзита, наш материал в три раза легче, чем керамзит, и не впитывает, не ацербирует влагу. То есть, если там был шлак или керамзит в реконструируемой моей кровли, его, конечно, демонтируют и устраивают слой теплоизоляции из нашего материала. Он всегда в проектных отметках, он не впитывает влагу и не увеличивает нагрузку на перекрытие, поэтому целесообразно его применить даже в таких случаях. Ну вот я и ответил на следующий вопрос. Что включает в себя пирог при утеплении чердачных перекрытий? Пароизоляция и наш материал. Если требуются ходовые мостики, их можно устраивать из любых имеющихся материалов. Наше пяностекло не требует проливки бетонным молочком или каким-либо связующим, например, при устройстве уклонообразующего слоя в плоской кровали, так как поверхности фракции нашего материала абразивные, и при уплотнении при устройстве слоя каждая фракция сцепляется между собой, и сразу можно ходить по нашему материалу. То есть в отличие от керамзита, где работник проваливается до основания, по нашему материалу можно ходить без финишного слоя даже. Где можно ознакомиться с технологией применения материала, альбом технических решений, технологические карты, каковы затраты на единицу площади? Альбомы технических решений у нас есть в DWG формате, в PDF формате. Мы можем выслать ссылку, чтобы их скачать. И экономику можно посчитать, имея расчет по теплотехнике. То есть в каждом конкретном регионе свои температурные максимумы, минимумы, нужно их учесть, рассчитать теплотехнику, соответствующий слой теплоизоляции, объем, ну и, в общем-то, получить экономику квадратного метра конструкции с пеностеклом и квадратного метра традиционной конструкции с минватой, с экструдированным пенополистолом или с другим материалом. Мы, наверное, оставим организаторам вебинара ссылку на получение альбома технических решений. Он у нас сертифицирован и можно, в общем-то, скачать и использовать. В чем будет преимущество утепления чердачного перекрытия при стропильных системах перед недорогим базальтовым утеплителем? Понятие «недорогой базальтовый утеплитель» в каждом регионе свое. Там, где есть производство, наверное, действительно, фонды капремонтов могут получить специальные условия и ценовые условия для своих объектов. Нужно сравнивать в каждом конкретном случае. Мы озвучили стоимость нашего материала на нашем заводе. Нужно учесть стоимость логистики до конкретного объекта, конкретного региона и посчитать экономику. Сколько стоит традиционный пирог кровли, сколько стоит с нашим материалом. Ну и, наверное, принимать решение. Преимущество при стропильных системах. Ну, как я уже сказал, что наш материал влагу не адсорбирует, не впитывает, и его нагрузка на перекрытие с течением времени не меняется. Не хотелось бы очень подробно останавливаться на технических характеристиках других теплоизоляционных материалов. Наверное, специалисты все знают, что минераловатные материалы влагу впитывают, со временем разрушаются, являются прекрасной средой обитания различных представителей флоры и фауны. Пока вопросов больше новых не вижу. Больше нет. Наверное, будем прощаться с вами. В любом случае, мы открыты для знакомств, для контактов, для детальной проработки каждых отдельных технических решений. Мы всегда готовы принять у нас на заводе гостей, рассказать, показать и проговорить возможности взаимовыгодного сотрудничества. Спасибо за внимание всем. Всего доброго, до свидания. Итак, хочется сказать спасибо всем выступающим на сегодняшнем вебинаре, а также зрителям. Напоминаю, что данный вебинар был организован при содействии компании E-Nano, группы Rosnano. Основная цель нашей компании – это создание и распространение высококачественного электронного образовательного контента для всех участников инновационного сектора экономики. А я напоминаю, что запись вебинара будет доступна всем записавшимся, а также дополнительные материалы, как и обещал Андрей, будут вам направлены. Спасибо большое за внимание. До свидания. Продолжение следует...